Всем привет, с вами я, Лего Сайл, номер один, и вот недавно я посмотрел фильм Марвела Эра Альтрона, да, Мстителей, и что-то мне захотелось собрать все наборы 2015 года по Мстителе, да, как-то так. Итак, и что же, сегодня у нас самый маленький набор по Марвел, там где еще роботы, часовые, альтроны, так они переводятся, да, и новый Марк Железного Человека. Погнали смотреть коробочку. Итак, со светом я до сих пор еще не решил проблемку, да, поэтому выкручиваемся как есть. Вот это у нас вот маленький самонаборчик, Лего Марвел Супер Хироуз, от 612 лет, 76029 артикул набора, Iron Man vs. Альтрон, вот здесь также написано Марвел, Avengers Age of Альтрон, помню я переводил век Альтрона, но на самом деле Эра Альтрона. На задней стороне ничего интересного, и кстати это новый Марк, вот для тех кто не знал. И что является минусом этого набора, комиксов здесь таковых нету, к сожалению, вот так вот. А вот и огромная инструкция, которая в два раза больше самого набора, точнее не набора, а самой коробки. Да, не очень-то я люблю такие инструкции. Ну, как обычно, выполненная инструкция в белом цвете, ничего особенного. В конце инструкции нас поджидает перечень деталей. Дальше наборы, 5 штук на самом деле, 6, еще один не завозится в нашу страну. И почему-то здесь чувак из Карибских морей, пират, да, и лун, в общем-то. Давайте приступим к мини-фигуркам данного наборчика, или же к фигурке, да, потому что все остальные три фигурки участвуют в своем наборе, то есть они как бы, как это странно не звучало, часть набора. Естественно, в наборе присутствует вот этот вот, но мы о нем говорить не станем. Это у нас Железный Человек. Какой Марк сейчас? А Марк нам не указан, по-моему, Марк 45, я не помню, либо 43, либо 45, извините. Да, кстати, я решил это не вырезать, пока хожу туда смотреть, скажем так, да. Вот, ну ладно, давайте посмотрим на фигурку. Фигурка, вот даже сравните, если у вас есть, или в обзорах других сравните, то, что фигурка другая. Фигурка, вроде бы такая фигурка была, но я не помню, да, не помню, что это за костюм такой, но он неопределенно очень нравится. Тем же самым принтом на самом шлеме, вот здесь такие, видите, серые, такие вот принты, мне очень это нравится. Открываем обычное лицо Старка, злое и спокойное. Злое никуда не было лицо, так что лучше, по-моему, наоборот, пугливое делать. Закрываем наше красивое лицо, дальше у нас идет принт на ногах и на теле. Как видите, уже кружок другой немного, то есть, ну, сам кружок белый вот этот вот такой же, но у него какая-то обшивка другая. Вот. Сам костюм отличается здесь тоже, и на ногах тоже принт отличается, но, естественно, двигатели у Железного Человека тоже есть, чтобы он мог летать. Да, фигурка классная, ничего другого сказать не могу. А вот она сама, супер непонятная штуковина, которой даже не было в фильме, или я ошибаюсь. Да, как видите, у этих чуваков даже нет ног, потому что ноги здесь. У него тоже нет ног, потому что ноги здесь. Я не знаю, что творится. Конечно, да, в фильме там они могли трансформироваться, в общем-то, ну, рассоединяться, это так понятно. Но, по-моему, не самое лучшее применение, тем более такой техники я не видел в фильме. Вот. Естественно, набор покупался мной не из-за самого такого набора, а из-за, конечно, Железного Человека и Альтроновских помощников. Потому что, кем же будет руководить наш величайший Альтрон? Я надеюсь, что вы согласны со мной. Вот он, наш командир Альтрона, скажем так. Вот он, Альтрон и его часовые. В общем, как-то так. Сам набор, то есть такой маленький совсем. Значит, у него есть такие вот штуки, которые двигаются. Опять же, можно сказать, что набор стреляет. Но, на самом деле, это у часовых Альтрона пушки. Да, именно переводится часовые Альтроны. Я так и буду называть, честное слово, не буду париться. Также здесь вот с помощью такого крепления держится вот этот вот главный в часовой, скажем так. И он какой-то странный, без своих ног. Такой мини-карлик. Он мне уж совсем не нравится, если честно. С этими дураскими антеннами, которых не было в фильме. Но, если честно, мне совсем не привлекает этот... Пускай он всегда и будет летать. Ай, давай. То есть, как леталка, вот этот вот вполне подходит. Вот. И, кстати, да, это его ноги, если не говорил. А вот эти вот, ребята, подходят уже намного лучше на роль человечка. Берем здесь. Отсоединяем. Отсоединяем этого. Берем ему, ставим ноги. Не буду разворачивать оружие. Но получается как-то вот так. Давайте посмотрим на самые принты и фигурки. Как вы видите, принты очень красивые, такие отливают. Синеватые. И мне, если честно, не очень нравятся в лего выполненные маски. Блин, как у пилы. Не знаю, как-то немного глупо. Пистолет, двигатель, все имеется у этого часового Альтрона. Вот. И даже на голове принт. И на ногах тоже. В общем, фигурка классная сама по себе. Ну и просоединенные тоже ничего. Это, пожалуй, все. Все, что я хочу сказать об этом наборе. Да, больше нечего говорить. Что сказать? Покупайте набор не из-за этой летающей штуки, которая совершенно непонятна и никому не нужна. Это мое мнение, да. А покупайте чисто из-за фигурок. Четыре фигурки. Прикиньте. Четыре фигурки. В одном наборе за тысяча рублей. Без разницы. Там ведь есть новый костюм Железного Человека. И Альтроновские Слуги. Пофиг на этот набор. Так что 10 из 10. Все. Покупайте, да. А так, ставьте лайки этому видео, да. Подписывайтесь на мой канал. Канал Лего Стайла. Или же Лего Стайл номер 1. Или же Лего Стайл номер 1. Да. Как-то так. Всем пока. До скорой встречи. Именно до завтра. Да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok